здравствуйте друзья иногда мне хочется рассказать что-нибудь из истории ну то есть может для вас история для нас то господи как бы часть нашей жизни и молодежь нынче много не знает просто так ли для интереса я вам расскажу про систему продовольственных наборов которая была в советском союзе но в то время когда я уже работал а я пошел на работу в 78 году закончил институт связи и вот пошел на работу работал я в приличном месте где были эти наборы потому что во всех местах где потом работал уже этого не было это было центральное конструкторское бюро министерства связи ссср на улице народного ополчения в москве и вот там были наборы на чем состоялась идея на праздники на праздники не просто так а именно на праздники но этих праздников было может быть я не знаю в году 5 там уже здесь и на праздники для сотрудников были наборы наборы поступали из магазина видимо была какая-то система прикрепли прикрепления предприятий к магазинам потому что например наш цкб получала все в одном и том же магазине почему я знаю потому что поскольку я был молодой и здоровенный то меня всегда брали грузить когда начала машина за за этими продовольствием наборами на там три-четыре парня покрупнее там брали и вот мы это все грузили когда ты приезжаешь я любил грузить потому что когда ты приезжаешь грузить то можно было взять чего-нибудь лично вот светил папа было диабетик и ему положено было ну как положено ему говорит говорили врачи что нужно гречку есть и даже какие-то были у него талоны для диабетиков на гречку но там было очень мало а гречку просто так купить было нельзя вот представьте себе такая такой дефицит и я когда грузил чего-нибудь обычно в наборах была гречка и я брал такой я не знаю сколько там было килограмм 8 10 такого пакет такой большой а в нем было много килограммов вот я всегда для него брал у него всегда было много гречки и мы даже когда в америку изжали у нас была трехлитровая банка такая из-под помидор стеклянная полная гречки и мы оставили друзьям которые помня это дело они сейчас тут живут они нам как-то на какой-то наш юбилей точь вернули эту банку ну смысле здесь уже забили и гречкой нам принесли гречкой друзья это это на уровне чего-то такого сакрального и вот скрепы да вот такие и значит как это все происходило объявляли есть сколько-то наборов там на отдел в отделе нас было человек 50 вот на отдел дают там ну допустим 15 наборов или 16 или 20 никогда не было 50 было сколько наборы начинали делить то есть люди должны были разбиться на тройке в наборе было несколько дефицитов и люди группировались по принципу того какой вот значит дефицит кому нужен например дефицит была банка икры кому-то была очень нужна банка икры кому-то наоборот было была нужна курица кому-то была нужна гречка там ну и так далее и вот лишь по принципу острого острый дефицитного товара разбивались на тройке и дальше уже все остальное там внутри каждая тройка сама для себя делила ну там кому что как и как это все происходит это конечно сплачивало коллективы сами понимаете и я помню у меня начальник даниил моисеевич он вот ему постоянно была нужна икра и я ему говорил даниил моисе еще бы вот я помню время я маленький тогда был но вы там уже взрослый я говорю это икра вот она стояла у меня на подоконнике вот у родителей стояла банка икры там и в ней ложка торчала он говорит миша он и я бы дешево было там 350 там красная икра стоил килограмм и он говорит миша он говорит но у меня в то время не было 350 как это перебивался там на хлебе и воде он мне сейчас за 40 рублей баночку там дали сколько она там стоила ну может не 40 я не помню сколько она там стоила эта баночка мне сейчас дешевле купить чем тогда вот это 40 килограмм она стоила чем чем те 350 в общем так вот все это делилось и иногда люди ссорились там даже несправедливо как-то делилось там и так далее вообще это было как это общественная жизнь все записывались там и вы можете спросить а что если бы вот не было этих заказов а вот шо в москве уже прямо люди так голодали но нет конечно в москве люди относительно других мест имели привилегированное такое снабжение просто в городе в москву приезжал очень много людей из области из довольно отдаленных мест ну относительно скажем владимирская область там тульская рязанская калининская тверская вот автобусы ходили такие типа экскурсионные вот предприятия заказывали для сотрудников экскурсию вот у меня был приятель он жил в городе вышний волочок это тверская область и вот его жена была очень приблотненная она где-то работала а на выходные она была тур как сказать гидом таким туристически вот она есть он таких фирменных больших автобусах там было написано на нем что-то такое туристическое комфортабельные такие были автобусы и карусы не никак городские и вот они значит выезжали это до москвы на автобусе там может быть было четыре часа езды может быть пять и они приезжали они скидывались по рублю там сорок-пятьдесят человек в автобусе они скидывались по рублю эти деньги шли значит водителю и делились немножко с экскурсоводом экскурсовод вела экскурсию по дороге в москву она по дороге что-то им рассказывал а уже когда они в москву приезжали за этот рубль с каждого водитель подвозил их в такие места которые не в самом центре города где большие очереди там где много народу а вот такие тихие вот я жил в таком тихом месте лефорта вот и те кто москву знаю знают что такое лефорта и вот в лефорта постоянно там идешь там у нас на энергетической улице там гастроном смотришь там сюда пара автобусов стояла вот таких вот туристических и там очередей нет людей там особо нет особенно в рабочее время такие они не центральный район вот это они там отоваривали спокойно начинок там оставлял там на пару часов они пробегали по нескольким магазинам потом собирались ехали обратно по дороге снова там чем тем расскажем вот такая была интересная житуха еще расскажу были люди которые положено было без очереди это были ветераны войны инвалиды у них были удостоверения и поэтому удостоверение можно было подойти взять без очереди вот люди которые жили где-то там относительно недалеко от москвы и у которых в семье был такой ветеран они как бы можно сказать приобщались привилегиям то есть они могли взять этого ветерана ну бывает без ноги бывает без руки бывает так вроде Qinist вот они брали его с собой в москву и дальше ходили там и без очереди приобретали чего там потому что что там было нужно простые вещи не не то что они какой-то уж особо острый дефицит я вас умолею там даже колбаса там или там мясо или там ну что то достаточно достаточно обычное просто этого достаточно обычного было недостаточно в обычных местах где люди живут и в общем да был такой анекдот знаете касса там железнодорожный там много-много очередей там разных вдруг окошечко такое его окошечко буквально там ну пять человек и значит мужик туда бежит и так с удостоверением туда в это раз значит и гайд вот и мутаешь бы станьте очередь у меня удостоверение что без очереди не могут это очередь для тех у кого есть право без очереди такой был замечательный анекдот я это к чему говорю ребята к тому что надо ценить то что есть надо ценить то что есть и не то что стремится к лучшему не надо но в общем у нас было странное такое время когда вроде бы деньги были у людей хотя цены были субсидированы они не были рыночными но не было товара никакого если бы цены были рыночные то есть на уровне когда люди уже не могут себе в основном позволить тогда конечно был бы другой разговор это то что сейчас у вас да вот это и есть капитализм цены рыночные и на полках лежит в наше время даже на полках не лежала если на полке что-то появлялась тоже независимо от цены выстраивалась такая очередь что страшное дело я как-то в минске в командировке был и ехал на автобусе и проехал наверно остановки 3 где была очередь а я все думал куда это очередь вот я сижу в окошко вот такой справа окошко это по правой стороне очередь одну остановку проехал очередь вторую строку проехал очередь 3 столько проехал очень что дают такой был такой что дают на подходе к очереди что дают давали помидоры вот такая интересная история что такое за помидор товар такой правда интересный ну вот возвращаясь к выводу ребята цените то что есть потому что мы которые не безумно вас старше не безумно вот видели такое чем вам и представить себе может быть трудно но чистая правда вот вы можете поговорить с теми кто постарше они вам расскажут вдобавок к этому всему и для того чтобы возвращаясь к продовольствием набором это надо было еще попасть в такое место на работу где есть наборы потому что я потом работал в ни и таком педагогическом там не было никаких наборов потом я работал вычлительном центре в днх там тоже не было наборов там правда знаете что на территории в днх был магазин для сотрудников то есть там просто так не нельзя было зайти то есть можно сказать что в днх в этом смысле лучше было обустроено потому что там вот эти наборы м как как бы как бы можно было просто в любой момент пойти и купить это правда и там было была некоторая гибкость выборе того чего те там нагрузку дадут и так далее счастливо